Мы продолжаем наш урок с самого начала, находимся в одиннадцатой главе, страница по русскоязычный перевод, восемьдесят пятая. Мы прошлого урока познакомились с достаточно очень серьезной, можно сказать, великой, грешной. Человек, который грешит раз в каком-то квартал или год, и то его грехов не повторяется. Одно и того же грех раз в какое-то время. Он ошибся больше, чем грешил. Ошибся. Или в месле, или в речь, или в детстве, но в легкой форме. Это нечто, наушал субботу, не дай Бог. Или кушал некошенную еду, или пропустил одевание от филе, или не читал шма. Не такие грубые нарушения. А у него просто, ну, думал о чем-то, которое нельзя. И продолжал мыслить, пока не хватил себе в руку. И говорил, ну все, нельзя. Или говорил не то, что надо. Это называется авак лишенного. Пыл лишенного. Плохие слова. Или он действовал того, что запрещенный у мудрецов, но в легкой форме. И сразу после этого он просил прошения Всевышней. И Всевышний его простить за это. Простить. Почему? Потому что он себя контролирует. Он не постоянно грешит. И не грешит, и повторяется своего греха. Это человеческая ошибка. Это в грань человечества. И это не повторяется. То есть, когда мы ругаемся с близкого друга. И другом провинился перед нами. Когда этого поступка, которого он поступил не совсем корректно по отношению с нами. Происходит первый раз. Мы говорим, ну ничего, первый раз. Плосил, плашение, чего. А если повторно. Причем той же. Я говорю, слушайте, у тебя пыльничка такая. У нас с вами серьезный проблем. А если третий, четвертый. Ну не хотим проститься. А если он не знает, что это грех? Тогда не знает. Когда мы говорим с человеком, говорим, ну нельзя так по себе вести. То есть, есть большая разница между того, что человек это делает. Реально потому, что у него такой характер. Потому что такие привычки. Потому что он человек. Он может ошибиться. И мы говорим, ему все. Не надо. И он старается. И больше не. Реально мы видим, что ему это больно. Понятно, что его прошение, оно серьезное. Оно очень значительное. И поэтому мы прошаем. Конечно же, перед Богом, когда человек провинился. Это человек. И он провинился. И он просит прошение. И все вышли видят, что это не повторяется. Конечно, его прошают. Но сказать, мы обязаны. Думаю, мы указать на... Посмотрите. Тут мы не обсуждаем, какую роль имеет чужого еврея по отношению с другом. И должен он предупреждать по отношению с грехом, которые он делает перед Богом. Это отдельная тема. Она должна учитывать того, что услышит он, не услышит тебя. Будет он злиться, или потом будет ты и с тобой ругаться из-за этого. Тут есть целая законы, как мы должны относиться к теме, которая грешит рядом с нами. Это отдельный вопрос. Это отдельная тема. Но мы сейчас говорим о отношении между Богом и этот человек. Между человеком и Богом. Какое взаимное отношение? И здесь я хотел задавать вам интересный вопрос. Когда этого грешного согрешил, он что-то думал не о том, не удержал мыслей. Теперь он провинился перед священному. Он совершил грех. Он раскаивался. И он знает, что той же ошибка не повторится. На время после того, что он раскаивался. Он праведник или средный? Или он остался грешным? Нет, он остался грешным. Почему? Если он уже совершил грех. Это если он не повторит потом, тогда есть шанс, что он уйдет в среду. А если он иногда повторяет, то нет, он за грешным. Давай четко я объясню. Я понимаю, о чем вы говорите. Но давай чуть-чуть дальше. У праведников даже не возникает такого желания. Правильно. Праведник это отдельное описание. Вы правильно говорите. Но разница между грешным и средным в чем? В чем эта разница? Тот болится, а тот даже не болится. У среднего все под контролем. Под контроль чего? Животная душа под контролем. Хорошо. Но посмотрите. Мы говорили, что все идет во фронтов. У праведников правильно говорит, Яков, фронт очень-очень далеко от вообще каких-то переступлений гран. Понятно. Это где-то в правый ополис и левый ополис сердца человека. Где-то очень далеко. Да, понятно. Разница между грешным и бейнонным. Мы говорим, что бейнонный это человек, который не грешит. А грешный это человек, который вот такой большой, серьезный очень человек, который мы называем, можно сказать, великий. Великий грешный. Вот между него и бейнонным какая разница? Вроде бы, на первый взгляд, получается, что бейнонный просто и это, не переступать. А он переступает. А если этого грешный не будет грешать весь год, конец этого года, который он не грешил, он может поставить галечку, я был бейнонный на это протяжении года. На прошедшее протяжении года. Наверное, да. Наверное, да? Да. Вроде бы так, да? Наверное, нет все равно. Потому что где-то в глубине души он может согрешить. Почему? А бейнонный не может согрешить. Вы говорите очень правильные вещи, но в чем? Если можно просто поставить пальцы, где? Где проблема? Я скажу вам. Угрешный, даже такой великий человек, который держит себя так сильно, что раз в году, маленький, очень тонкий какой-то грант перешел. У него, можно сказать, не хватает чем-то. Что не хватает? Богобоязненность. Он недостаточно боится Богом для того, чтобы поставить крест на любого вида. А крест нельзя ставить. Поставить запрет на любого вида переход грани. Поэтому грешные, мы говорим тут состояние душа, а не переступление. Состояние душа грешное. То есть он может себе удержать, но он захотел. Он может перешагнуть. Может. Просто удержал. Ну, например, как? Давай, например, как? Если человек... Давай берем пример. Доступный пример. Если человек... Сегодня есть целые фанатики, которые кушают, только правильные опишут. Фанатики. Есть такие. Наверное, встречали несколько такие. Всегда есть. Встречаются. Фанатики. У них это просто исключено. Сахар. Исключено там жир. Исключено, исключено, исключено алкоголь. Исключено там список, что они кушают. Они кушают какая-то морковка и несколько таких фруктов. Они подбирают себе хлеб только такой-то или не такой-то, да? Они живут в определенной своих атмосферах. Можно сказать, что этих людей, фанатики, вот этих фанатики очень сильные, датичные такие, да? Если они пройдут мимо очень вкусного жирного ресторана с тыками или чашляковыми, у них будут с луны выходить? Нет. Вообще. Им это поваром. Вообще. Не чувствуют это. Неинтересно. Не чувствуют. А если я сегодня принял решение, что мне нужно так жить? Не потому, что я хочу. Врач мне сказал. Слушай, сдохнешь. Если перестанешь, то кушат. Ну, я получил все инструктажи, как этих датичные там фанатики. И меня говорят, ну, нельзя тебе покушать по-другому. Ну, нельзя. Диета надо. Я, когда пройду вот мимо этого ресторана, который привычно меня было покушать. Зайдете. Ну, будет. Вот представь себе, что это праведники, а я прям такой грешный. Пройдет определенное время воспитания. Мне понравилось. Я уже привык так покушать. Это не означает, что я не припомню вкус. Нездоровый для меня пишет. Это не означает, что я бы не хотел бы пробовать. Хотел бы пробовать. Но я не попробую. Я могу себе удержать сильно. Не попробую. Это вот, это великий грешный. Вот он такой. Воспитанный грешный. Очень воспитанный. Он уже привык к своему жизни. Он не будет переступать. Максимум, что у него пролезет, это подумать. Давай почувствуем запахом. Чуть-чуть слюни протекают. Я почувствую себя хорошо. Вот это его грех. И он все равно говорит тебе, нет, нет. В следующий раз не пройдешь через этого. Не надо. Это слишком большое испытание. Не будешь больше. Вот. На это можно сказать гран. И вот этого грешного идет. Он знает, что такое быть грешным. Но он принял решение такими не быть. И он борется с собой. И он воспитывает себя очень сильно. И очень крепко себя удерживает. И он учит Тору весь день. И он выполняет все заповеди. И он строго держит себя по всех запрещенных заповедей. Очень сильно себя и себя удерживает. У него все получается. Но не означает, что он бы не мог перешагнуть. Бейнонии. Бейнонии это человек, который находится дальше. Он перестал хотеть. Есть такое положение. Перестал хотеть. Он уже это не хочет. Он перестал хотеть или изначально? Он перестал хотеть кушать. Он перестал... Мы вернемся обратно к этому пишу, да? Он перестал хотеть так кушать. Он не хочет. Он знает, что он покушает. Ему станет нехорошо. Он перестал хотеть. Он получает удовольствие от своих жизней. Но это не означает, что он не будет припоминать прошлого с улыбкой. Он будет... Когда он припомнит, когда он ел так вкусного для него, да? Для него это будет приятное воспоминание. Но перешагнуть и не перешагнет. Он уже все. Он уже решил себе исчезнуть. Это Бейнонии. Это разница между Бейнонии и грешной. То есть, в каком грани я по отношению с прошлым? В каком месте я нахожусь? У меня нужно просто перешагнуть. Я не просто не перешагнул, потому что я держал себя сильно? Или я перестал хотеть? Вот это уже мне не интересно. Я не скажу, что я не припомню с улыбкой. И я не буду рад вспоминать. Но я не покушаю. Я помню покойного Бейнонии и Канн, когда мы были еще на учебу в Нью-Йорке. он курил все свои сознательные жизни по 2-3 пачки в день. В день. Мальборо красный. Не логкий. Красный. Когда он писал Мааморием, обработал Мааморием, который Ребе сказал, иногда он мог замыкаться, что будет понятно, без еда. Он не чувствовал. Для него это было вообще не тяжко. Два с половиной дней в комнату. Просто работал. Не спал. Для него это не что он не хотел спать. Он думал, давай поспим. Нет, не поспим. У него просто вошел в ритм и все. И ничего не сбывало. Единственное, что было, когда он открыл, спустя там два, два с половиной дня, этого комната вышел дым. Прям дым такой огромный. Однажды, я слышал от моего брата недавно, он отдал мальчики, они тоже большие, серьезных раввинов, но в то время они были мальчики по отношению с ним, листовки, которые он переписывал в Маамор, для того, чтобы его печатать и передать Ребе на проверку. Они начали печатать, писать, но они должны быть при памяти, они понимают, что они пишут, да? Это не простые ребята. И они видят, что нет застыковки, что-то не хватает. Они подошли к нему и говорили, Ребе, ну, не хватает. Нет, я писал. Нет, я писал. Они вошли туда в комнату, начали перегреть бумаги, потом нашли выброшенную коробку сигарет в мусор, который в ошибку, он просто начал думать, стоял в позу с этого коробка и начал писать на него. И бросали в мусор. Такой он человек. Очень-очень особенный человек. Мне рассказали, тоже Блад мне рассказал, что один начал включить в этого группу, которые обработали сиху, и Маамори Муребе. Они работали под его начало, под его наблюдением. Он должен был писать, что вспоминал, писать это. Они должны были потом набирать это, отправить это Кребе, получить от Кребе какие-то замечания или не получить и печатать потом. И у него был вопрос серьезный к Рабьёйлам по обучению. И он поднялся, там на четвертый, пятый этаж, я забыл какой. Он говорит, а можно увидеть Рабьёйну? Иди к нему. У него не были секретари. Он был очень такой простой. И он видит его, лежавший в таком подбросанном по бокам, по сторонам руки. Голову откидывается сзади. И он говорит, Рабьёйл, Рабьёйл, Рабьёйл. Вообще. И там ребята поставшие начали улыбаться. Говорят, сейчас, ну, наверное, пока не закончат того, что он думает, не услышат тебя. И так это было иногда по суткам. Просто не послушали. Короче, он не знал английского языка. Несмотря на 40 лет проведения в Нью-Йорке, да? Как он купил сигареты, я это видел сам. Он пошёл из домой в сторону синагогу Кребя, зашёл в магазин, там был магазин, и он показывал пачку сигарет, сигарета ту. Всё, что он знал в английском языке, и всё. Когда мы закончили учёбу, там, два года я учился, там, в Нью-Йорке, он получил инфаркт. Ну, ему было уже за 70. Получил инфаркт. И перестал курить. Просто не курил лошадь. Я себе много думал, что у него было мучение, и было больно ему, но всё-таки он человек, он неправильник, да? Мне сказал человек, нет, перестало захотеть. Инфаркт научился так, что перестало захотеть. Все просьбы его жены, его учеников, перестань курить, перестань курить, он даже не понял, что они хотят от него. Получил инфаркт, перестал захотеть. Не хотел больше. Это же откуда нет этот инфаркт. То есть, получается, что есть такая, это как дай нони, это как, не дай бог, курение после инфаркта. Невозможно. Вот, не хочу. Это не получается. Это не означает, что не припоминается, что было при курении. Это означает, что не хочу, не могу. Это невозможно. граница между праведником, беймони и грешником, это граница подвижная в течение всей жизни человека, или она может, или она будет одна, равна, для всей жизни его? Ты спрашиваешь очень серьезный вопрос, и очень, ну, вообще, принято говорить, что между праведником и грешником такой пропасть, что это невозможно. но мы говорим, мудрецов пишут, что не надо верить в себе и до День Смерти, потому что, что и были такие, и такие случаи, и такие случаи будут. Поэтому не знаю. Наверное, можно, чтобы это важно. Дальше. Мы теперь учили про этого, можно сказать, великий грешный, прям очень такой серьезный грешный. Теперь перешагнем чуть вперед. В Ейшми есть такой. Шагара это еще в сорт под рамки грешный, который у него остался еще и добро. Да? Еще такой сорт внутри этого сорта. В Ейшми есть такой. Шагара Гойвербой Йойсел что зла усилуется в него больше. Он исслабшим бой коль шлевушим шлора. И вникают в его телесные жизни все три дияния заходят в животные душа. Умахтий баверес хамур и сия и сэр. И он согрешил в более тяжные запретные заповеди. Убейтим крови венбейо и сэр. И чаша. Чаша. Ах, ну, бентаем. Бентаем это значит между прочим. Между времени, да? мисхарит. Он раскаивается. Он сожалеет. Убоим лечуве. И он пробуждает у него чувство раскаяния. Мипхинас атоивши бенавши. Откуда это приходит? Потому что у него есть добро. Это грешник, который добро у него есть. Шемисгабер кцас бентаем, который приподнимается в этих между плочи. И почему они перестают грешить? Очень просто. Элла шеэн лоисгабер узколкакх. Но этого добро нехватайц. Он его нехватайццил. Ленациях иссора победит зла. Лифройш михатов. Ухадит из своих грехов. Легамре. Абсолютно. Лиоисмой дево айзев. Бит. Как мудрецов говоря. признался и ушел. То есть есть такое понимание. Он признался от моих грехов и больше не повторили. А он не может это делать. ваальзэ омру азал об такой челове говорили мудрецов рэшоим мэлеим харотэс. Грешный наполненный сожаленье. шэм хэм ва гэшоим и это большинство из грешной. Шээш принастэв бэнав шамадайм который в них остается еще добро. Ну Яков уже знакомый? Еще незнакомый? Вот от этого далеко я не верю. Вот это типичное знакомое обстоятельство. то есть мы знаем что надо делать. Мы знаем грешник который есть добро. Есть еще добро. Если же уже божественная душа присутствует. То есть мы знаем что надо делать. Мы знаем как надо жить. Знаем. Мы знаем что мы таким хотим битц. Мы хотим соблюдать субботу. Мы хотим одевать филин. Мы хотим читать шума каждый день наутро и вечером. Мы хотим соблюдать кашуут. Мы хотим. Но мы снова и снова и снова перешагаем на наши желания. Мы хотим. Почему мы хотим? У нас есть божественная душа. Мы хотим. Но мы перешагаем. Почему перешагаем? Потому что в нас больше животная душа и она нас совладела. И мы можем постоянно сожалеть и приходить к Йом-Кипур и плакать и просить прошения. И тем не менее сразу после Йом-Кипур повторит это. Это отдельный вопрос. То есть получается получается что грешный который у него есть добро есть второй сорт. Очень очень похоже на много которые мы ведем себе. Такой человек который не хватает у него прочность устанавливать правила своих жизней. Ему врач сказал у тебя не дай бог сахарный диабет не кушай сладкого. он проходит через магазин в Зан себе в школе. Он не может ну не способен контролировать. У него нет стойкости. Нет все хватит нельзя. Он привык он привык включить кондиционер когда ему жалко. А субботу ну жалко. Ну жалко. Ему не хватает свет в комнату когда он заходит. субботу ну всего лишь ну найти тут что-то ну а найти завтра что нельзя нет сейчас надо. Включился. Прошел мимо какой-то ресторан который вспомнил что он был очень вкусный не кошелый я начал соблюдать кошелый ну не будем есть свинина все остальное можно и так далее. То есть он говорит себе не надо но нет и он выходит он переступил грант он говорит почему я это не удержал себе я не буду больше так я хочу быть правильный и он реально так хочет как говорят мудрецов грешной наполненной сожаления и он сожалеет и сожалеет и сожалеет и сожалеет но держать себе в руку не может мы не говорим о болезненной тяге мы говорим о всевышенном и тор о людях которые не могут удержаться никак болезнь не включается правильно я понимаю что тебя тяжело понять потому что ты не в их числе но я говорю о тех которые понимают меня которые встречают это себе в жизни иногда то есть я решил я решил что мне надо быть правильный еврей но все таки перешагнул почему привычка такая но мне не хватает стойкости из-за его характера из-за каких-то привычка привычка это очень сильно вот меня я напоминаю когда я еще надеялся что я стану получше это было еще 16 лет я еще думал что я отменять только как-то будет я подошел к раман футан фас я говорил ему что у меня есть такие какие-то проблемы я хочу вот это учиться вот это вот это вот это делать вот серьезно относиться к молитвам очень серьезно относиться к Всевышнему к его просьбе но я каждый раз ну никак никак время хватило и сейчас хватает и он он очень мудрый человек реально очень мудрый человек и он мне говорит ну что что ты хочешь ты знаешь когда человек больной когда человек больной физически больной он будет лежать лежать в кроват на левый бок через несколько минут начнет ему болеть правый переворачивается он на правый через несколько минут начнет болеть левый он переворачивает на спинку живот начнет болеть переворачивает на живот спина будет болеть а что надо делать лечиться ты типичный больной с тобой надо заниматься лечением. Проблема, моя несчастье, что он уже не вернулся, к сожалению, в Ешиву, он ушел, уже он переболел реально, и спустя полтора года он прошелся от физической жизни. Я не уверен, что если встречался с ним, стало лучше, но хоть была надежда. То есть, о чем я говорю? Говорю о том, что это очень знакомая ситуация. Мы принимали решение быть правильным, а привычка взяла вверх. Мы не можем переломать себя. Почему? Такими. То есть, это тоже грешное, и тоже имеется добро. Если не было добра, то он не сожалеет никогда. Ни о чем не сожалеет. За что ему сожалеть? И тем не менее, он не может себе удержать. То есть, в общем, он еврей. В общем, он даже считает себе верующий еврей. И даже религиозный человек, но он постоянно грешит. но есть еще сорт, еще ниже. Это ближе к нам. Не знаю. Мы поговорим потом. ах, ах, ми шеной мисхарет лаэйло, человек который никогда не жалеет. Он не жалеет. И его не посышают даже сожаление. Мисля раскаяния. Нико рошо верануй. Он гешный, который у него осталась только животная душа. Божественная душа в его жизни не присутствует. Потому что зло который в его душу, животная душа, он левадой не шор в кирбой. Он единственный внутри него. Ки говор כל как о тоев он так настолько усиловал себе и победил добро божественная душа а че не сталек мек кирбой. до того что божественная душа прилетела от него улетела от него она ушла. А где божественная душа? Она улетела он перестал быть еврей. Он все он уже покойник не еврей. Нет она у него на поверхностное состояние. что такое поверхностное состояние? Тальмуд переводит очень красивый пример прямо яркий пример. Когда вор находится перед воровством и он перед тем что он взламывается дом с людьми и понятно что там будет он будет воровать если кто-то встанешь непонятно как он покончится заходит сейчас и он что делает просит всевышному успех и ты говоришь что вообще конченный что с тобой ты просит всевышный от того что написано в торм нельзя об этом говорит Тальмуд Ганво вор Апумахтарте на вход перед вот входом к воровства Рахмоне Калье он просит всевышному это что такое это поверхностное состояние его души в чем она выражается выражается что у него нет сомнений что есть Бог в критичные минуты он уверен что есть Бог но он не переводится это в своем жизни по-настоящему это не я помню у нас был покойный Малкий Ильич Гоголовский он себе олицетворял интеллигентный неверующий человек и он постоянно подчеркивал я же не верующий я же воспитан Советского Союза я же не верующий каждый раз я улыбался и он реально злился постоянно чего ты улыбаешься чего ты говорили ему Марк Ильич если ты переболеешь не дай Бог что значит не дай Бог да ты что прицепился нет я не прицепился ты сказал как есть не дай Бог вот не перецепился ты хочешь как скажи как сказать это выражение такое невыражение нет это невыражение ты реально говоришь не дай Бог потому что ты понимаешь что когда переболезный ну не дай Бог а кому еще обратиться у нас в соседство он был очень интересный человек он живой в Израиле очень интересный человек он был лодчик в израильской армии очень серьезный лодчик он был один из командиров несколько это называется стройка там несколько группа самолетов при перелетах на бомбежка еще когда в Израиле были только миражи и фантомы а потом он полетел на 15 судного дня 74 и там он пал и был в был в плену по-моему в Египет достаточно суровый суровый период времени и он стал религиозный человек и однажды он работал когда я его знал он работал как дочек сосны вот сосны просто ну это маленький такой самолет как кукурузник и они были с боками с какой-то яд для птиц и всяких такого того что защитить продукты от всяких червяки или птиц и так далее они брызгали на всех полях то есть он каждое утром в 4 утра сел сел в самолет погружи погружи погрузился полетел пополивал везде и вернулся обратно то есть у него было постоянно общение с колхозником колхозники в Израиле они были коммунисты в основном коммунисты ну коммунисты но главный девиз я ни в чем не верю вы кибуц да кибуц колхозов и однажды он рассказал я помню в детстве он рассказал он пришел такой улыбающийся навалит по утрам и говорит у меня было сегодня интересное общение это колхозник который отвечает на больших пола говорит ему ну гиды гиды чего ты веришь как чего я не верю ну представляю себе что не будут ходить дожди дожди там в этом году ну ничего у нас есть кинерат кинерат будет снабжать нас водой ну если еще один год не будет воды не будет дожди ну ничего есть у нас колодцы которые сохраняют воды хорошо а если третий год не будет не дай Бог не дай Бог то есть этого чувства не дай Бог это же выражение это не просто такой язык так мы говорим это определенное выражение которое мы говорим ну когда в нашей силе нет решения мы говорим ну как-то надо помощь как-то надо помощь как-то надо обратиться к кому, который ну никак. Вот это и есть абсолютно грешный. У него уже нет даже сожаления. Он не чувствует, что у него нехорошо. Но где-то, когда нажимаются на него, он кричит, не дай Бог. Он чувствует все Вишней, но это поверхностно. Это не выражается в жизни. Никак не выражается в жизни. И поэтому говорили мудрецов, амру Разал Коль баясоро, шхин тэшарье Любое место где собирается минян не спрашивается абсолютно грешный, чуть грешный, большой праведник Коль баясоро, любой сбор, тысячи евреев шхин тэшарье. Есть Бог. Наоборот 9 праведники велики праведники Альтеребе и его друзья соберутся 9 человек. Молиться у них нет меня. Придет просто какой-то жулик из-за улицы и будет. есть очень красивая, реально очень красивая история. Один из необычных, неординарных праведников Эраб Альтеребе и это был его друг, и он пишет по этой книге, в начале книги свою рекомендацию Рабзуши из Аниполе. Он похоронен рядом с Магедизмезрича в Аниполе. Он жил в Аниполе. У него была группа разбойников, бандитов, вари, которые он постоянно их приблизил к себе. Не надо быть так легкомысленно, когда мы говорим об этом. Мы говорим в то время, когда не быть религиозным евреем, это было абсурд. Это было как-то тенери. Без бороду это вообще немыслимо. Не ходить на молитвы утром, это вообще немыслимо. Это вообще было исключено. То есть, людей, которые сидели в доме или в синагоге, учили Тору там, сколько они только могли между работу, до работы, ночью, утром. Это было большинство из еврейского народа. То есть, в то время, битвор ну, немыслимо. И с ними Рабзуша из Аниполе очень много общался. Говорил с ним, обнимали их, царскали их. Постоянно им говорили, ну, что это такое? Чего ты прилаживаешь на них так много усилия? Тем не менее, тем более, что они не стали праведниками благодаря твоей общине. Они такие же. А Рабзуша промолчал. Однажды вот этих разбойники, еврейские разбойники, решили, что есть крупное, им крупно повезло. Везли в какой-то главный церковь ближай к Аниполе очень много всяких разных украшений. золотые. Вот можно теперь делать такое серьезное серьезное подборка и разбогатить крупное, и все будет хорошо. Ну, что тогда было? Он был самый худой. Один из них был очень худой. Очень худой. Я не помню, как его зовут. Написано, как звали его. А в церковь ближайшие окна было только высоко над куполом. и в купол надо было пролезть в маленькие окна. Вот отсюда и лезть вниз. Там были лестницы такие, лестнички. Внутри он должен был пролезть, единственный, который мог это делать. Пролезть вниз. Собрать все, что только есть. Подняться с ними и бросать к своих друзей все, что есть. Они должны были его вытаскивать. И они начали людей в окрестностях церковь слушали какие-то шумы. Конечно, поднялись. Увидели, что кто-то лезет туда. Позвали полицию. Его друзья унесли себе очень быстро отсюда. И он уже был внутри. Предупреждение было невозможно. И он собрал все, что только есть. Поднялся вверх. Бросил своих друзей криком «Держи ты!» Вот весь смешок и начал пролезть через окно и не понимает, где лестница. И вот застрял прямо там в окно. Ну, конечно, его уловили и мучили очень сильно. Но у него был очень серьезный довод, что он делал большое одолжение всех верующих. Почему? Ну, он зашел в церковь и он начал бедить по церкви и говорить «Эо, есть тут Бог?» Никто не отвечает. Я начал собирать от него всяких икон. Ну, есть тут Бог? Никто не отвечает. Ну, я же понял, что все ерунда, фуфла. Вот взял все. Не бросай это. Не надо вам это. Конечно, они почему-то этот аргумент не принимали и дали они ему выговор смерти в костре, но дали ему шанс, если он примет на себе христианство, то ему будут дарить жизнь. И он когда привел привезен уже к центральной площади, и конечно, в таком состоянии уже привязались и принуждали евреев смотреть, как это происходит. Это всегда было очень тяжелые дни, травматичные. И каждый раз ему спалили один из чистителей. Каждый раз говорили ему, ну, будешь принимать христианство, мы можем ли считать тебя без этого мучения. И он каждый раз попрыгал с криком и говорит, я может быть и вор, но я еврейский вор. И вот так он погиб. А как звали его? Я не помню, я могу уточнить. И после этого говорил Габзуша из Аниполия, вот мои вори это святые евреи. Поэтому я с ними имею тебя.